Знакомство с методами классификации. Мы начнем с двух, пожалуй, самых очевидных, самых легко интерпретируемых методов. Но, несмотря на свою простоту и очевидность, они, в принципе, дают очень неплохие результаты во многих случаях. И поэтому, когда встает какая-то задача классификации и не особо известно, что лучше, какие методы лучше применять, то в большинстве случаев одним из первых методов, которые применяются для классификации, это два метода, о которых мы поговорим сейчас. Первый из них это центроидный метод. Центроид это специальный объект со средними значениями весов признаков данного класса. Ну, то есть, другими словами, это просто центр тяжести данного класса. На картинке представлены три класса, красные, синие, зеленые. И черным квадратиком показаны центроиды данных классов. Можно заметить, что центроид это абсолютно не обязательно какой-то конкретный элемент данного класса, какой-то конкретный объект. Центроид в большинстве случаев не является каким-то конкретным объектом, а это, скажем так, это произвольный объект со средними значениями весов, центром тяжести. Итак, на этапе обучения данного классификатора нам необходимо рассчитать эти самые центроиды. Формула для расчета центроида достаточно простая. Поскольку это центр тяжести, то нам нужно просуммировать все объекты данного класса и поделить на количество этих объектов. Итого у нас получится вектор со средними значениями весов. Кроме такого метода расчета центроидов существует еще и метод расчета по формуле Роккио. Иногда этот метод так и называют методом Роккио. В данном случае центроид рассчитывается не только на основе объектов данного класса, но и с учетом объектов, остальных объектов выборки. То есть мы пытаемся отдаляться от объектов других классов. Вот за счет такого слагаемого с отрицательным коэффициентом. Итак, на этапе обучения мы рассчитали центроиды. Теперь, когда у нас возникает объект, который нужно проклассифицировать, пусть это будет оранжевый крестик, нам нужно всего-навсего рассчитать расстояние до каждого из центроидов. И решение о классификации принимается на основе ближайшего центроида к классифицируемому объекту. На картинке это синий центроид, центроид синего класса. И, соответственно, классифицируемый объект в данном случае мы отнесем к классу синих. И следующий метод. Метод ближайшего соседа. В данном методе отсутствует этап обучения классификатора. А классифицируемый объект относится к тому классу, к которому просто относится ближайший к нему сосед. То есть алгоритм выглядит следующим образом. Нам на вход поступает объект, который нужно классифицировать. Мы должны рассчитать расстояние от этого объекта до каждого из объектов обучающей выборки. И затем выбрать ближайшего соседа. То есть документ обучающей выборки, который расположен наиболее близко к данному классифицируемому объекту. Сразу можно отметить недостатки данного метода. Первый недостаток связан с тем, что расчет у нас осуществляется по всем документам выборки. И если выборка у нас достаточно большая, то нам нужно оценить расстояние до каждого объекта. И, соответственно, количество вычислений у нас очень сильно возрастает. И второй недостаток это так называемая локальность данного метода. Ну и, соответственно, чувствительность к шумовым воздействиям. Локальность заключается в том, что решение по данному методу мы выносим на основании одного единственного ближайшего документа. Соответственно, если этот документ вдруг будет шумовым, то мы в итоге вынесем решение по шумовому объекту. Или если документ находится очень близко к границе двух классов, то в этом случае также возможны ошибки. Потому что мы будем ориентироваться только на одного ближайшего соседа. На один ближайший документ. На самом деле у данного метода есть несколько развитий, несколько методов, которые являются развитием данного метода. И наиболее очевидный метод, которым можно улучшить, убрать недостатки метода ближайшего соседа. Это использование нескольких документов, нескольких ближайших соседей при вынесении решения. И такая модификация так и называется метод K ближайших соседей. Где K это количество соседей, по которым мы будем ориентироваться, на которые мы будем смотреть при вынесении решения. Если K равно 3, то что получится для данной картинки? Для данной картинки мы получим, что два других ближайших соседа уже относятся к классу синих кружочков, а не зеленых. И соответственно при использовании простого голосования мы выносим вердикт, что классифицируемый объект будет относиться уже к синим документам. Итак, данный метод, еще раз повторю, называется методом K ближайших соседей. KBS. То есть решение принимается на основе анализа K ближайших соседей. Обычно K выбирается нечетным для того, чтобы сократить количество случаев, когда за два разных класса проголосовало одинаковое количество соседей. Таким образом, метод K ближайших соседей чуть менее локален и чуть менее подвержен шумовым воздействиям. Кроме того, можно отметить еще, что в методе K ближайших соседей у каждого соседа при голосовании одинаковый вес. Но, вероятно, стоит, скажем так, прислушиваться, больше прислушиваться и больший вес давать тем соседям, которые ближе находятся к классифицируемому объекту. Такой метод называется методом взвешенных K ближайших соседей. То есть наиболее близкие соседи имеют больший вес при голосовании. И этот вес, например, может быть рассчитан обратно пропорционально расстоянию до классифицируемого объекта. И еще одна модификация метода ближайших соседей, которая призвана несколько сократить вычислительные сложности, вычислительные сложности алгоритма. И заключается в том, чтобы соседей искать только в определенной области признакового пространства. Чтобы определить эту область, во-первых, строятся центроиды классов. Ну, в данном случае, на данной картинке это точки P1, P2 и P3. Дальше вычисляется расстояние от центроида до классифицируемого объекта. И берется некое пространство плюс и минус от этого расстояния. Таким образом, мы вокруг центроида каждого из классов проводим вот такие вот окружности в районе классифицируемого объекта. Ну и, соответственно, смотрим соседей только в той области, в которой все эти окружности пересекаются. То есть, мы уже смотрим не ближайшие документы, не все расстояния считаем до классифицируемого объекта, а смотрим только те расстояния, считаем только те расстояния, которые находятся в заданной небольшой достаточно области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...